Приветствую вас, братья и сестры. Мне сегодня очень сложно говорить, тема довольно сложная, но в то же самое время она очень насущная. Как-то недавно я стал свидетелем невольным одного общения, когда люди, определенный круг людей, обсуждали какую-то ситуацию с другим человеком. И ситуацию эту обсуждали как бы в таком злом ключе. И во время всего этого обсуждения я слышал, что была где-то радость, где-то смех. Хотя на самом деле ситуация могла быть очень тяжелой. И это было недавно, но в течение жизни, наверное, мы все с вами встречаемся с такими ситуациями. Если я сейчас задам вопрос, кто из вас никогда не участвовал в сплетнях? Вот не был сплетником, да? Наверное, мало кто захочет поднять руку когда-то, но с кем-то это все встречалось. Если я задам вопрос, кто никогда не слышал сплетень на стороне? То же самое я уверен, что каждый слышал. Или если я задам вопрос, а о ком несудачили вокруг люди? Тоже, наверное, не найдется такого человека, о ком не говорили что-либо плохое. И вот сегодня я задумался над тем вопросом. Если я стал невольным слушателем этой беседы, этого общения, которое доставляло людям удовольствие, несмотря на горе у другого человека, то как на это все реагирует Господь? И тема моей проповеди будет называться «Господь в наших общениях». Что Он слышит? Что Он думает о том, что мы говорим? Какие темы мы выбираем для разговора? Ну и тема основная, от чего я коснусь, это злословие. Почему злословие? В Библии, если мы будем, ну, возьмем симфонию и введем слово сплетни, то синаидальный перевод Библии, он не открывает нам это слово, потому что, ну, этого слова просто в Библии нет. Но сплетни является производным одним из, одной из части злословия. И когда изучали этот вопрос, вот у евреев злословие сразу нарушает, почему это актуально для вас? Злословие нарушает сразу 30 постановлений и заповедей Моисея. Больше 30, я точно не помню число, но нарушает огромное количество постановлений, которые было принято. И мы понимаем, что для нас это очень актуально. И сегодня хотелось бы поговорить о том, что такое сплетни, почему они возникают в нашей жизни, почему нам хочется их говорить, почему часто нам хочется принимать в них участие и слушать их, и почему же нам так неприятно, когда сплетни происходят относительно нас. Язык, он может быть коварным, он может в нашей жизни причинять много вреда. Есть даже случаи, когда образовывается какая-то церковь, и в начале вроде бы все происходит хорошо, происходит ее рост, наполнение новыми душами. Эта церковь, она благословенная у Господа, но происходит какой-то момент, когда эта церковь останавливается в своем росте. И вот в этот момент, как раз таки в этой церкви, скорее всего, обладают такие проблемы, как сплетни друг о друге. Я зачитаю текст, который записан в Псалом 49. Это Псалом Асафа. С 16 стиха. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои берешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и заблечу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумеете, что забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Да, здесь эти слова адресованы грешнику вначале. И размышляя над этими словами, я тоже не считаю себя достигшим в этом вопросе. И очень много относится ко мне. Почему я могу это сказать? Ну, буквально сегодня я решил провести эксперимент в своей семье. И мы с супругой согласились. Если вдруг где-то у нас будет разговор начинаться о ком-либо в плохом свете, то мы друг другу об этом говорим. Чаще всего, когда мы сами говорим, мы не замечаем. Но когда тот-то говорит, мы замечаем. И получается, что сегодня несколько раз нам пришлось останавливать друг друга, когда мы понимали, что мы говорим о других что-либо плохое. И поэтому очень сильно эта проповедь относится и ко мне. Из этого текста я вижу, что Господь, вот здесь написано, «Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего и сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты получал, что ты подумал, что я такой же, как ты». То есть Господь слышит и видит все, что мы говорим друг другу, все, что мы говорим в общениях наших дома. Господь всегда находится рядом с нами. И как часто, вот мы сейчас прослушали стих о Соломоне, как часто в нашей жизни нам недостает мудрости, чтобы говорить о том, о чем хочет Господь. Чтобы мы прославляли Бога, чтобы мы говорили о книгах каких-то духовных, которые мы читали. Итак, что же называется сплетнями? В книге притчей Соломоновой говорится, слова наушники как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Притча, 18 глава, 8 стих. Наушником является это как раз тот, кто переносит сплетни. То есть тот, кому кто-то сказал сначала на ухо, тихо, потом кто-то добавил еще. И почему же сплетни так близки для нас? Соломон говорит, это лакомство. Мы все любим лакомство сладкое, дети любят конфеты. И сплетни – это лакомство, которое проникает в наши уши, проникает абсолютно свободно. То есть для того, чтобы съесть конфету, нам нужно сделать определенные действия. Для того, чтобы услышать сплетни, нам практически ничего не нужно делать. Они сами поражают наш слух, нашу душу и наш дух. Как пишет мир о сплетнях? Это коммуникативное явление нашей жизни, которое содержит недоброжелательный или порочащий слух о ком-либо, распространяемый на основании неверных, неточных и вымышленных сведений, или злостное перетирание фактов с невозможностью указать источник информации или ссылку на автора. Папа Римский Франциск сравнил сплетни с терроризмом, посчитав, что сплетники бросают бомбы своими языками, которые затем уничтожают человеческие репутации, и заявил, что сплетничать – значит убивать. Ну вообще, откуда само это берется? Когда мы говорим об истоках любого греха, то мы понимаем, что истоком греха, а сплетни – это грех, является дьявол. И даже в переводе с греческого языка, ну там немного другое слово, там клевета, оно переводится как «дьяволос». Соответственно, это все еще началось тогда, когда сатана, враг душ человеческих, захотел наговаривать против кого-то для того, чтобы завоевать себе какой-то чин в Царстве Небесном. И это же свойство он использует, если мы вспомним книгу Иова, то он точно так же начинает наговаривать на Иова, в результате чего Иов получает большие и такие плачевные последствия своей жизни, которые он с твердостью выдерживает. Также мы, если изучаем книгу Иова, мы знаем, как к нему относились братья его, как они его пытались научать, говорить правду. Знаете, размышлял, да, может быть, все считают, что сплетня – это когда ты говоришь неправду, клевету на брата своего, то есть информацию, которую не разведал, которую не понял достаточно, которую не уточнил, и дальше продолжаешь ее распространять. Но есть в Библии момент, когда, если помните, в Ветхом Завете хам, когда увидел наготу отца своего, что он сделал? Я уверен, что он мог взять одеяло, скрыть наготу отца своего, и его поколение было дальше благословенным. Но он не делает этого. Он выходит и братьям своим повествует о этой наготе. Он говорит им правду. Он повествует, что вот отец пьян, нак лежит. И братья, поверив ему, идут и закрывают отца своего. И здесь я вижу, что вот эти злословия, которые произвел хам, оно проявило, впоследствии сделало неблагословенным весь его род. То есть весь его род был проклят. И мы понимаем, что сплетни – это не всегда, может быть, неправда, но это бывает и злая правда о людях. Почему же так происходит? Почему и когда сплетничают? Ну, я задал этот вопрос. У нас сейчас есть искусственный интеллект, и он мне ответил такие моменты из нашей жизни. Сплетни возникают тогда, когда двое друзей разговаривают о третьем друге за его спиной. обсуждая его личные проблемы и делая выводы, как им кажется правильным. Сплетнями является, когда коллега распространяет слухи о своем начальнике, утверждая, что тот неправ. Сплетнями являются родители, сплетниками, когда обсуждают поведение своих детей с другими родителями, не учитывая чувства своих детей. Люди в социальных сетях публикуют негативные комментарии о знаменитостях. Но это нас не сильно касается. Когда жены или мужья обсуждают своих мужей с подругами или друзьями, рассказывая какой-то негатив. Везде, везде, я дальше не буду продолжать, еще несколько пунктов. Везде сплетней является то, что мы с другими, не с этим человеком, о котором говорим, а с другими разговариваем о плохих качествах какого-то человека. То есть выносим что-то плохое. А почему именно так? Да потому что плохое в нашей жизни нам всегда приятнее слушать. Если мы, опять же, вспомним о телевидении, то большее количество ток-шоу и большая самая дорогая реклама на ток-шоу тех, которые перемывают кости и обсуждают какие-то плохие поступки других людей. То есть почему-то плохое людям всегда приятнее слушать. А почему так? Ну потому что, когда мы слышим плохое о других, то нам кажется, что мы находимся в гораздо более лучшем состоянии. Мы возвышаем себя. Это признак нашей гордости, нашего самовозвышения. Нам сложно говорить о других хорошее, потому что тогда мы своего рода будем себя ставить на более низшее положение. Поэтому людям приятнее говорить о людях других плохое. Итак, причины, почему у нас появляются сплетни. Первая причина, которую я заметил для себя, это недостаток мудрости. Не о чем больше поговорить. Когда люди не назидают себя чтением книг, прослушиванием проповедей, чтением Священного Писания, когда в этом положении даже, можно сказать, этот мир часто очень обсуждает какие-то, может быть, фильмы, чего мы не обсуждаем. И если мы не занимаемся чем-то, если мы находимся в какой-то праздности, а праздность, мы знаем, мать всех пороков, не назидаем наш мозг, наши мысли, наш дух чем-то полезным, то мы можем говорить только о том, что бесполезно. Я заметил такой факт, что послание к Коринфянам, оно написано тоже в ответ на... Помните, когда Павел с домашними Хлоинами обсудил что-то, и они ему рассказали о положении Коринфянской церкви. Тоже, казалось бы, мы могли бы назвать это сплетней вот в этих домашних, но нет. Павел делает... Если вот эти рассказы приводят к тому, что Коринфянская церковь в данном случае получит вот это послание, Коринфянская церковь изменится, и Коринфянская церковь станет лучше, либо если наши общения и разговоры приведут к тому, что человек, которого мы обсуждаем, которому плохо, у которого горе, у него станет гораздо лучше жизнь, тогда это не будет являться сплетнями. Дальше я позже коснусь, что же для этого нам нужно делать. Итак, чтобы нам говорить о чем-то полезном, нам необходимо назидаться чтением книг духовных, чтением Священного Писания, общением о Небесном, о Высоком. Вторая причина сплетень – это обида на другого человека. То есть, если я на кого-то обижен, то я обязательно буду на этого человека говорить неприятные слова. Ну, в Библии это называется «поносить кого-то». И этим самым я буду подтверждать свою обиду и как бы мстить за то, что меня обидели. Это еще одна причина сплетень, которая часто имеет место быть. Третья причина сплетень, которая может быть – это хочется быть душой компании. Когда мы какому-то человеку аккуратно сказали о ком-то что-то, этот человек нас поддержал, а может быть еще что-то добавил, а потом это все мы еще поняли, что у нас появилось какое-то общество, которое может обсудить эту проблему, и оно согласно с этой проблемой, то мы становимся как бы уже центром этой беседы. Мы становимся центром разговора. И мы имеем такое, знаете, приятное, наверное, ощущение внутри себя, что мы душа компании. Опять же, это гордость и тщеславие. И следующая причина – многие стараются поднять свой авторитет за счет того, что понижает авторитет других людей. Когда мы рассказываем о других плохо, мы стараемся возвысить себя и поднять свой авторитет. Но в жизни происходит наоборот. Если мы собираем вокруг себя общество сплетников, то будьте уверены, что обязательно когда-то вы окажетесь в той же ситуации, и вас будут точно так же обсуждать в другом обществе. И из этого что же нам делать? Мы понимаем, что сплетни – это грех. Это тяжкий грех, который приводит к разрушению Божьей благодати, который разрушает церковь, разрушает отношения друг с другом. И это особенно сильно происходит, когда мы находимся в каком-то вот тесном обществе, тесных связях. Недавно я общался с пациентом, у меня был плавающий на корабле, а мне всегда была интересна эта тема. Я спрашиваю, ну как вот, когда надоело плыть? Они по полгода ходят в море, ходить точнее, в одном и том же коллективе. И он так с досадой говорит, знаете, проходит два месяца, когда мы плывем в Северный морской путь, ни связи, ни интернета. Ты уже знаешь истории всех людей, тебе все рассказали, и ты понимаешь, что тебе больше не о чем говорить. То есть эти люди находятся в изолированном обществе, и они практически все друг о друге знают, рассказав это друг другу. И мы также с вами находимся в изолированном обществе, и мы знаем проблемы практически каждого. Несколько простых рекомендаций. Как же нам быть с этим всем? Ну, первая рекомендация, очень важная. Я сейчас зачитаю еще стихи, которые как раз-таки апостол Павел пишет Коринфянам, 6 глава, 10-11 стих. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». И такие были некоторые из вас. Не злоречивые. Злая речь, почему-то мы всегда признаем грешниками тех, кто пьет, тех, кто изменяет женам, тех, кто там, да, не пьяницы. Вот первые пункты мы признаем, лихаимцы, воры, это обязательно грешник, пьяниц. А вот злоречивые, ну где-то может быть злоречивый, а где-то может быть и нет. Но тут четко написано, злоречивые Царствие Божие не наследует. Итак, как же нам быть? Самое первое, что важно, и это говорит о нашей мудрости, гораздо лучше во многих моментах промолчать, чем поддержать какую-то сплетню. Если мы промолчим, то мы не сделаем плохого. Если рассматривать это с точки зрения инвестиций, то любой инвестор поймет, если он промолчит, то он ничего не потеряет. А если он что-то скажет, то он обязательно потеряет в том, что он принят участие в сплетнях. Поэтому лучше промолчать, ничего не потерять и не приобрести. Второй пункт и очень важный пункт для нас, для верующих людей. Когда мы слышим сплетни и кого-то обсуждают, его проблемы, его горе может быть в семье, то за этих людей нужно обязательно молиться. И если мы где-то в обществе имеем эти сплетни, ну вот слышим это все, то у нас есть поводы, и этих поводов будет масса для того, чтобы молиться и переживать о тех, о ком судачат. Как это делал апостол Павел, когда он услышал о домашних хлоиных, он пишет письмо к римской церкви и пытается их наставлять и исправлять. И получает в этом благой результат. И хотелось бы, чтобы наша молитвенная жизнь, в ответ на вот это вот зло, которое идет от дьявола, от сатаны, от врага душ, от клеветника, в ответ на это мы молились больше о тех людях, о ком судачат. Чтобы их проблемы, которые есть у этих людей, лишались. Они оставались на том же месте, и чтобы у нас продолжали быть эти темы для сплетни. Еще, что очень важно, это разузнавать и исследовать, действительно ли это так, что говорят нам. Не просто вот вслепую верить всему, что говорят, а обязательно нужно узнавать. И во время того, как мы будем узнавать, мы будем больше вникать в те проблемы, которые есть у человека и которые нуждаются в помощи. Еще следующая важная мысль, это стараться реже бывать в обществе тех людей, где любят посплетничать. Далее, не говорите о других людях за глаза. И если говорите, то старайтесь видеть в них положительные и светлые стороны. То есть, если мы говорим о других людях, то давайте будем говорить хорошее. Как-то мой наставник по моей профессии, я пришел к нему в негодовании на моего шефа, что он обижает меня финансами, он меня сразу прервал и сказал, о людях или плохо, о людях или хорошо, или никак. Или нам лучше молчать, или только говорить хорошее. Это был очень мудрый совет, и я запомнил его на всю жизнь. Не делитесь важной для вас информацией с друзьями или знакомыми. Иногда эта информация может сработать всегда против, ну, иногда может сработать против вас. И очень важно, язык наш может не только проклинать, но он еще может и благословлять. И он может быть благословением для многих людей. Когда мы говорим добрые слова, когда мы поддерживаем, ободряем других людей, когда мы говорим правду, добрую правду, и стараемся исправить ошибки, помочь другим людям, то тогда язык наш будет не проклятием для других, не грехом в нашей жизни, а будет благословением. Давайте будем об этом переживать и помнить всегда, что в наших общениях всегда присутствует Иисус Христос. Аминь.